Настало время вернуться в те времена, когда вполне уместно было задавать вопросы в стиле, можно ли играть в World of Warcraft без интернета, а в компьютерные клубы даже кто-то и ходил. В последние несколько лет, достаточно часто можно услышать, мол, прокачка в ММО-играх абсолютно неинтересная и унылая. В дополнениях, начиная где-то с Дренора, Пандарии, она и вовсе превратилась в купи фамильной вещи и регой по КД подземелья, а по возможности еще и Дренорское зелье опыта прихватил. Как только на свет появляется весьма популярное дополнение к World of Warcraft гнев короля Ильича, отношение к прокачке в корне изменилось. Близзы тогда подумали и придумали по моему мнению одну из самых интересных цепочек квестов, цепочка квестов на рыцаря смерти, что прибавлялось повествованиям, изменениям окружающего мира на глазах и сюжетам, за которым наблюдать было интересно. До этого считалось вполне нормой бесконечный левелинг, до которого дойти возможно лишь теоретически, либо невозможно и вовсе. Уже тогда было принято нынче на тему однообразия, только если сейчас однообразие это рег инстов в фамиликах, то однообразие тогда это постоянный гринд мобов. Разработчики тех времен редко баловали игроков квестами, да и сюжетом в принципе. Очень модно было сделать 2-3 стартовых квеста, после чего игра превращалась в полное уныние, где тебе даже не заставляют по меркам воздействия квестов гриндить, а тем, что это единственный способ прокачаться. Игроки жаловались, мол зачем всё это усложнять, но те, кто поняли истинный смысл ММО игры, только радовались этому. Странная причина была в том, что львиная часть игроков, не достигнув максимального уровня, отсеивается. И остаются в игре ближе к хай-левел контенту, только избранные, что в некоторых хардкорных ММО по типу первый хроник линейки создавало небольшое, но весьма дружное комьюнити. Но либо это были те люди, у которых было слишком много свободного времени. Именно такую мысль можно достаточно часто было встретить на форумах того времени, да и сейчас в принципе на классике есть в неком роде нечто подобное, но уже в гораздо меньшей степени. Когда все направо и налево начали гласить о том, как Варкрафт с появлением поиска подземелья стал занудным, Пэллса челлендж прокачай, убивая только мобов. Иными словами, запрещено делать квесты, реготинсты и что самое трудное, не умирать. Вдаваться в подробности не буду, испытание существовало с рождения игры, но обрело оно популярность только в Гневе Короля Ильича, обрело оно ее потому, что нашелся игрок, который выполнил его на все 100%. Чтобы ему апнуть 80 уровень, ему понадобилось ни много ни мало убить 31 900 мобов, а чистого игрового времени накатилось более 10 дней. Достижение первой на сервере зачастую достигается огромным трудом и несколькими бессонными ночами. Был один товарищ, который занимался активно гриндом, и когда выходило новое дополнение, он ставил себе цель, первым в мире апнуть максимальный уровень в новом дополнении. И по сути, он был лидером в своей нише, начиная с Гнева Короля Ильича вплоть до Пандарии. Суть его прокачки была проста, взять охапку друзей и начинать гриндить мобов. Так как рейс мобов на старте новых экспансий зачастую увеличен в десятки раз, вплоть до респавна в несколько секунд. Он и апался таким образом весьма быстро. В Неве Короля Ильича он первым в мире достиг 79 уровня. Достиг он его примерно за 12-13 часов, и все бы ничего, но такое скоростное прохождение гэмам показалось весьма подозрительно криповым. После чего его заблокировали. Причем самое обидное, что до 80 уровня оставались сущие пустяки. Позже за это админы извинились. Фактически, да, он гриндил мобов, и это в какой-то мере считается эксплойтом. И это оказалось самым эффективным способом прокачки на самом старте, если твоя цель первым на сервере апнуть максимальный уровень. А убийство мобов в открытой мере, пускай и с напрядок более ускоренным респауном, даже с охапкой друзей, не воспрещено правилами игры. Поэтому, по сути, он ничего и не нарушал. От него другие игроки оставали настолько сильно, что первым на сервере был игрок Нимф, который за 27 часов апнул хай-левел. Что так-то, на секундочку, на порядок больше, чем это мог бы сделать гриндер мобов. В катаклизме он попытался повторить свой подвиг. Взял охапку друзей, нашел хороший спот и начал гриндить. Перед этим даже написал Гэмом, мол, не забанят его за то, что он гриндит мобов и не будет ли это считаться эксплойтом, и не заблокировать его, как это сделали с Гневом Короля Лича. Формил он мобов так сильно и упорно, что апнул 85-й уровень спустя одну минуту после старта игры в Америке. Фактически, в Европе игра стартовала из-за разных часовых поясов на несколько часов раньше, из-за чего, когда игра только стартовала в Северной Америке, в игре уже был максимальный уровень. Подмечу еще немного про Пандарию, так как все, что дальше, весьма скучно, ну, кроме того, что первого игрока на сервере Дренора забанили. Да и то весьма справедливо. То ли Пандарию оказавалили, то ли игроки нашли хороший спот, но первый хай-левел в игре был получен спустя 4 часа после старта игры. Что так-то достаточно быстро, думаю, вы примерно способны проследить корреляцию. Для сравнения, в первом дополнении к World of Warcraft Бернин Курсейд, мировой рекорд был получен за 28 часов. А сейчас, в дополнении Битва за Зерот, максимальный уровень был получен за 4 часа 17 минут. Кто бы что ни говорил, как игру не оказалили, но тем не менее, если сравнить все эти цифры, то можно прийти к выводу, что в последних дополнениях прокачаться можно гораздо быстрее. Чем это можно было сделать еще одно-два дополнения назад? Где-то во времена Лич Кинга Катаклизма появился, относительно простой, но в то же время требующих огромных затрат, антагонист предыдущему пункту. Это испытание пацифизм. Суть это дойти до максимального уровня, не убивая за все это время мобов или существ. Иными словами, нам необходимо дойти до максимального уровня, не сражаясь с существами в открытом мире. Также запрещено умирать, носить зелень, использовать эликсиры и прочее. Сложен этот вызов тем, что по факту в подавляющей части ММО-игр все твоя прокачка это возьми квест, убей 15 мобов, сдай квест, получи опыт, возьми следующий квест и все по одному и тому же циклу. То есть по сути игра вас лишает самого быстрого способа прокачаться. При таком челлендже начнутся проблемы у вас с самого начала, так как в том же World of Warcraft самый первый квест, без которого дальше в начале будет трудно, требует уничтожения волков или кабанов. В данном случае испытание разрешает убийство 10 мобов за все время прохождения испытания. И вероятнее всего вы их потратите на самые первые квесты. Самый известный для большинства случаев это Пандерен, который не выходя из стартовой локации, за счет травничества и горного дела во времена Пандарии смог апнуть 90 уровень. На момент выхода этого ролика лидирует человек, который в подобных условиях смог достичь уже 110 уровня. Скучна ли прокачка на самом деле? Возможно в последнее время так оно и есть. Когда-то было принято, что прокачка это и есть игра, а хай-левел контент это лишь его плавное продолжение. Сейчас, куда ни глянь, кого ни спроси, тот и ответит, что только на хай-левеле начинается топовый контент, ради которого тысячи и миллионы играют. Но лазая по форумам, где игроки жаловались на скокоту, нашел очень короткую, но интересную мысль. Игра становится интересной не тогда, когда ты покорил лоу-левел контент, а тогда, когда ты сам этого захочешь. Ведь сами посудите, сколько вариаций фана и развлечения можно встретить на начале пути, а затем споткнуться об камень одиночества, после которого встать с колен будет непросто. Ну что же, ну а по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!